Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня снова на своем канале Европейская Психиатрия. Меня зовут доктор София Роттермель и сегодня мы с вами продолжаем цикл о расстройствах личности. Этот цикл я начала для того, чтобы подробнее рассказать о диагностике определенных расстройств личности, потому что, к сожалению, те диагностические критерии, которые на сегодняшний день даются в американской классификации ДСМ или в международной классификации МКБ, не всегда корректны и не всегда применимы. Здесь мы более подробно обсуждаем диагностические признаки. Кроме того, я даю рекомендации близким людям и также самому человеку, если вы найдете в себе какие-то черты того или иного расстройства. И сегодня мы с вами говорим о зависимом расстройстве личности. И слово зависимый здесь подразумевает не то, что человек зависит от определенных химических веществ или зависит от компьютерных игр. Нет, здесь мы говорим как раз о зависимости от чужого мнения, от других людей. Вообще, это небольшая путаница, потому что часто, когда мы говорим зависимый человек, непонятно, что имеется в виду. Он зависим от чего-то в виде химических субстанций или все-таки зависим от другого человека. Поэтому всегда нужно уточнять. И вот сегодня мы как раз говорим о зависимости в отношениях. К зависимому расстройству личности, как ни странно, можно применить следующую пословицу. Это люди, которые мягко стелят, но жестко спать приходится. То есть, с одной стороны, конечно, фасад таков, что люди кажутся очень мягкими, добросердечными, кажутся покладистыми, совершенно несложными в отношениях, потому что они следуют всем рекомендациям, всем советам окружающих. Они не спорят, не ссорятся, не лезут на рожон. Они всегда сглаживают конфликты, избегают конфликтов. Но при этом состояние настолько приписывается собственному складу и собственной личности, что люди просто не видят отрицательных сторон такого поведения. То есть, они не понимают сами, что они часть проблемы. А проблемы действительно начинаются, потому что одно дело просто следовать чем-то советам, а другое дело, когда начинаются уже близкие отношения, например, когда люди строят семью, начинается то, что один человек полностью становится зависимым от другого, перекладывает на него всю ответственность, все решения, и в том числе в своей жизни считая, что это общее решение, и становится как бы придатком другого человека. И когда другой человек начинает выходить из системы, вот первый человек с зависимым расстройством тогда понимает, что ему вот сейчас будет очень туго, очень плохо. Что он сам со своей жизнью не справится. Мы с вами обсуждали в первых видео о том, что есть классификация расстройств личности по принципу ближе, дальше. То есть есть расстройства личности люди, которые нуждаются больше в близости, в общении, а есть те, которые нуждаются в дистанции, в границах. И вот как раз зависимое расстройство личности это люди, которые нуждаются в общении. Обязательно нуждаются в других людях. Это люди, которые показывают свою полную беспомощность, свою зависимость от окружающих. Они ждут, что кто-то из окружающих придет, решит за них все проблемы, все за них сделает, их накормит, решит, что им делать в жизни, их защитит. И парадокс заключается в том, что силы у этих людей есть и есть ресурсы, чтобы добиваться своего. Иногда просто диву даешься, насколько эти люди активны и изобретательны в том, чтобы получить помощь окружающих. Есть такой метод психотерапии, ставить диагноз по тем чувствам, которые вызывают люди, пациенты у самого терапевта. Так вот люди с зависимым расстройством личности вызывают в том числе чувство стыда и чувство вины. То есть стыд за то, что у тебя все благополучно. То есть когда смотришь на такого человека, кажется, что он настолько нуждается в помощи, настолько просто умирает без поддержки, что уже становится стыдно, что ты весь такой уверенный в себе и в жизни все хорошо. И возникает чувство вины. То есть хочется помочь этому человеку, но и возникает как бы другое чувство где-то в глубине подсознания, что нужно от этого человека бежать. То есть хочется постепенно как-то прекратить общение и больше вообще с этим человеком не иметь ничего общего. Мы с вами уже обсуждали в прошлых видео, что есть шесть основных мотивов или потребностей людей. И вот уникальная комбинация приоритетных мотивов или потребностей определяет как раз и расстройство личности. При зависимом расстройстве личности основной базисный мотив это мотив надежности. То, что если со мной что-то случится, если мне будет плохо, то найдутся обязательные люди, которые поддержат и помогут. При этом основной страх это страх быть покинутым важным человеком в своей жизни, причем быть покинутым без предупреждения. И происходит вот какая ситуация. То есть люди с зависимым расстройством личности пытаются привязать к себе партнера всеми силами. Они всеми силами ему показывают, как они от него зависимы. То есть что он может все решать. Показывают его значимость. Показывают, что они возвели его на пьедестал. Восхищаются им. И вот интересно, что такие пары, как гистрионная личность и зависимая личность не редки. Потому что человек с гистрионным расстройством — это тот, кому нужно обожание, восхищение. И основной мотив здесь — чувство собственной важности. Важности в жизни другого человека. И находится пара. То есть пара — это как раз человек с зависимым расстройством личности. Тот, который готов обожать, готов восхищаться, готов человека ставить на приезистал своего партнера, готов быть полностью зависимым от него и от его мнения. Также зависимые люди пытаются всеми силами избегать конфликтов, удовлетворяют все желания партнера, пытаются быть самыми удобными, то есть вот самыми покладистыми. И чего же в ответ ждет человек с зависимым расстройством личности? В ответ он ждет солидарности. Мотив солидарности это как раз готовность другого человека поддерживать 24 на 7, все время быть рядом, все время перенимать все решения на себя, перенимать ответственность, что мы сегодня кушаем, куда мы сегодня идем, что мы сегодня делаем, что мне делать со своей жизнью. Зависимый человек ждет от своего партнера, что тот ему даст полную защиту от злого бушующего мира. И у человека с зависимым расстройством личности, как и у других расстройств личности, также есть некие негативные схемы о себе, которые формируются в процессе воспитания, развития ребенка, подростка, и который он потом пытается компенсировать своим поведением. Так вот, негативные схемы в этом случае включают такие, мне нечего предложить другим людям, я не интересен, я не могу ничем удержать рядом с собой партнера. Если я создаю какие-то проблемы, то есть риск, что меня бросят, поэтому нужно быть беспроблемным человеком. Также иногда может быть схема, я не привлекательный, я никого больше не найду. И еще одна из основных схем, может быть, это то, что я один не выживу. То есть человеку кажется, что остаться в одиночестве, это просто такая катастрофа, что он ни с чем не справится, то есть он не сможет заплатить счета, он не сможет снимать себе жилье, он не сможет ходить на работу. Хотя здесь речь больше идет именно о выживаемости эмоциональной, нежели социальной. И как же возникает такое расстройство? Оно возникает, если у ребенка был опыт, что его бросил значимый взрослый. То есть мы знаем, что дети склонны принимать все поступки взрослых, пропускать их через себя и считать, что они в этом виноваты. То есть если папа или мама уходят или меня бросают, значит я был недостаточно послушный, значит я что-то сделал не так. Значит надо быть полностью идеальным, подстраиваться под других людей, чтобы меня не бросили. И со временем также возникают и стратегии или манипуляции. Что нужно делать, чтобы в жизни не произошла катастрофа? Постарайся привязать к себе партнера любой ценой. Никогда не оставайся в одиночестве любой ценой. Собственные желания не важны. Делай только то, чего хочет от тебя партнер. Никогда не спорь с ним, не конфликтуй, не зли, не раздражай его. Не защищай свою территорию, будь максимально доступным и открытым. И вот как раз потом, когда мы читаем различные психологические форумы о так называемом абьюзе, что вот мне попался абьюзер, который полностью подчинил себе, который полностью доминировал, который полностью подавил волю. Вот как раз я предполагаю очень часто, что речь идет как раз о зависимом человеке, эмоционально зависимом. И здесь проблема-то не в том абьюзере, а в том, что изначально есть некие черты, которые притягивают таких людей более доминантных. И человек изначально начинает подстраиваться под него, а когда получает по главе, то начинает кричать, что вот я все делала правильно, подстраивалась, все угождала, а меня вот так вот жестоко использовали. И такое поведение имеет еще один негативный результат. То есть мы говорили с вами уже в других видео про отчуждение от своих эмоций, потребностей, чувств, желаний. Вот как раз здесь происходит то же самое, причем очень в значительной степени, потому что человек, который постоянно считывает потребности, желания другого, который постоянно подстраивается, убирает все свои потребности, куда-то их запрятывает поглубже, и потом их вообще разучается воспринимать. И это вызывает, конечно, хроническое, неудовлетворенное, нечастливое состояние. Человек настолько разучивается понимать, что он хочет, вплоть до каких-то абсурдов и банальностей в обычной жизни. Он не понимает, что он сегодня хочет покушать, он не понимает, что ему сегодня одеть, он не понимает, куда ему пойти выходные, чего он хочет, встретиться с друзьями или нет. И, конечно, очень часто люди с зависимым расстройством обращаются с депрессиями. Они также могут страдать социофобией, просто потому, что нет навыка общения на равных с другими людьми. То есть образуется замкнутый круг. Люди с зависимым расстройством сами передают бразды правления своему партнеру, полностью отдавая ему и себя, свою личность, все свои увлечения, свое свободное время, полностью под него подстраиваются, полностью передают ему ответственность. И когда другой человек, партнер, уже все перенял, когда он уже все делает, то, конечно, страх быть оставленным возрастает в разы, потому что понятно, что если тот человек уйдет или с ним что-то случится, то вся жизнь рассыпется, вся жизнь разрушится. И так как зависимые люди склонны очень много прощать партнеру, очень многое терпеть, то как раз и появляются вот эти чудовищные истории о домашнем насилии, вплоть до убийства. То есть когда женщина очень много позволяла, только чтобы удержать этого человека, только чтобы он не ушел. И вначале, когда вы знакомитесь с таким человеком, кажется, что он очень приятный, обаятельный, неконфликтный, очень доброжелательный. Но все равно вас постепенно могут впутать вот в эту паутину манипуляции. Манипуляции, то есть навешивание на вас ответственности за жизнь этого человека. То есть очень скоро вас начнут просить, а не сходите ли вы в какую-то контору вместе с этим человеком, в какую-то инстанцию, потому что он там не справится с заполнением справок. А не посидите ли вы с его ребенком? А не сходите ли вы с ним посредником еще на какие-то переговоры, потому что сам он не справится? А не посоветуете ли вы ему купить то-то и то-то? А не сходите ли вы с ним туда-то и туда-то? И очень скоро вы заметите, что вы уже просто впутаны вот в эту огромную паутину вот этого человека за его беспомощностью. Что вы уже только целыми днями живете проблемами этого человека и решаете только его проблемы. И есть еще одна сторона медали, тоже достаточно негативная. Это как раз созависимые люди. У меня уже было видео по созависимости. Это как раз люди, которые посвящают себя другому человеку, причем зависимому человеку. Это может быть человек, например, с алкогольной, наркотической зависимостью. И вот созависимый человек, он как бы подыгрывает, он живет такой же жизнью. И при этом, конечно, он пытается другого человека постоянно спасать, постоянно вытянуть из этого болота, но ничего не получается. Человек как бы разводит руками, говорит всем своим видом, что я жертвую собой, чтобы тебе стало лучше. Это все ради тебя. Я положу свою жизнь, я буду рядом с тобой. Но есть здесь и другая подспудная такая мотивация, очень глубинная, которая как бы говорит, а я не знаю, что мне еще делать со своей жизнью. Вот возьми мою жизнь, распоряжайся ей, я буду хоть тебе полезна, хоть тебе. То есть если я уж никому не нужна, то вот хоть так, вот распоряжайся моей жизнью, а то мне некуда своей жизнью, и я не знаю, чем себя занять. И проблема лечения созависимых людей заключается в том, что они уже вообще перестают воспринимать собственные потребности и желания. Потому что вся терапия основана на том, чтобы помочь человеку прийти к себе, понять себя. А здесь часто бывает так, что после десятков лет такого альтруизма люди приходят, и у них кроме самопожертвования и альтруизма ничего нет. Своя личность как бы абсолютно стерта. То есть они живут только чужими потребностями, постоянно причиняют добро тем людям, которые в этом не нуждаются или вообще не воспринимают это как добро. Также у зависимых людей большие проблемы могут быть и в карьере, потому что им сложно отстаивать свои интересы, сложно работать локтями, сложно продвигать себя, сложно говорить нет. И даже если такие люди в карьере продвигаются, то только благодаря своим выдающимся способностям, которые случайно заметит какой-то начальник. И часто очень возникают у людей с зависимым расстройством жалобы на то, что их самопожертвования никто не замечает, что их никто не ценит ни в личной жизни, ни на работе. Но им очень сложно понять, что они сами создали такую систему и они являются частью этой проблемы. И еще одна проблема у зависимых людей это перенятие чужих целей. То есть люди настолько внушаемые, настолько ведомые, что они начинают ориентироваться полностью на окружающих и перенимают их цели в работе, в карьере, в учебе, в дружбе, в одежде. И зависимые люди часто амбивалентны, то есть очень сложно принять решение. Действительно, как можно принять решение, если человек сам не понимает, чего он хочет? Он привык ориентироваться на обстоятельства, оглядываться на других людей. Еще одна большая проблема, в том числе на терапии и вообще в близких отношениях, это избегание. То есть люди избегают конфликтов, избегают ссор, избегают говорить на тяжелые темы, избегают решать свои проблемы. То есть проще ориентироваться на внешний мир, кому-то бежать помогать, быть эльтруистом или быть волонтером, нежели действительно наводить порядок в своей жизни. Это так называемая в психологии экстернализация, то есть постоянно ориентирование на внешний мир, а не на себя. Эти люди ведут себя так, потому что нет другой альтернативы. Ну не знают они, как себя еще по-другому вести, как получать внимание от окружающих, как не своим самопожертвованием. Или привлекая к себе внимание своей беспомощностью, потребностью в поддержке. И вот как раз если вы заметили в себе такие черты, то каков же рецепт? Рецепт, как и при других расстройствах личности, открывать себя заново, пойти на психотерапию и начать возвращаться к себе. Понять, чего же вы хотите, а где же ваша личность. Убирать вот эти все наслоения альтруизма, добра другим, убирать наслоения беспомощности, открывать в себе свои ресурсы, свой потенциал. А что вы можете, а что вы хотите, а как вы можете применить себя в своей жизни. Очень скоро вы поймете, что вы не только выживете без других людей, вы сможете очень много в своей жизни. Конечно, здесь я не рекомендую оставаться в безводной пустыне, без общения, без близких людей. Но, по крайней мере, обрести некую уверенность в себе, некую автономию, веру в свои силы, что вы сможете также жить и с кем-то, и без кого-то. Что у вас достаточно сил, у вас достаточно энергии, ресурсов. И я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии, подписывайтесь на мой профиль в инстаграм, и я желаю вам психического здоровья.